Я старший тренер Центра спортивной подготовки имени двуградного олимпийского чемпиона Алексея Кищенко. Работаю со сборными командами различных образцов. У нас, соответственно, чтобы попасть на чемпионат или первенство России, там надо занять первое место на первенстве или чемпионате Сибири. И эти соревнования по юношам, по юниорам и по взрослым довольно-таки регулярно сейчас будут проводиться. И я готовлю сборную команды наших всех боксеров к этим соревнованиям. Бокс для меня – это моя жизнь. Я занимаюсь боксом с 1958 года. В то время мы жили в Хабаровске, отец проходил службу в штабе округа Дальневосточного военного округа. Ну и, соответственно, там был спортивный в группе армии, и там были детские группы. Ну, я вот записался в 13 лет. В 60-м отец демилизовался, приехал с удовольствием с семьей. Я начал заниматься здесь. Был у меня всего третий юношеский разряд, потому что я за это время, где-то полтора года, провел всего три боя. Все их выиграл, и тогда за это присваивали третий юношеский разряд. Пошел в институт физкультуры. Виктор Николаевич Третьяков меня принял. Там у него было отделение спортивной школы молодежи. Это прообраз областной школы высшего спортивного мастерства. Он сказал, ребята, у нас это все закрывается, и вы сейчас, я договорился, здесь в третьем медучилище «Спартак» тренируется. Пришел там такой половник тренер Александр Владимирович. Я считаю, что мне повезло, что я попал на него. Он еще в то время был действующим боксером и был одним из сильнейших боксеров Советского Союза. Бокс он здорово понимал. Он был всего на шесть лет старше. Ну, он повзрослым боксировал, был хорош, конечно, так сказать. И бокс понимал, и такой сам по себе был, не глупый человек. Молодой пацан. Вот я у него много научился. Много научился. В этом «Спартаке» я, ну, что я занимал там, среди молодежи я выиграл первенство России среди «Спартаковцев». Уже, так сказать, мне было 20 лет. Поехали во Львов на всесоюзное первенство. Занял третье место. Проиграл там Валерий Леба такой был, который дальше сразу стал чемпионом Советского Союза среди молодежи. Потом «Спартак» у нас распался, к сожалению, так сказать, по разным причинам общества. А я жил в городке Невтяников. Я пошел в спортивный клуб сибирский Невтяников тренировать. Тренер Ким Михайлович Елькин. Там я выполнил норматив мастера спорта. Занял на чемпионате РСФСР, тоже по взрослым, второе место, второе финале. Три боя выиграл, в финале. Поступил местному боксеру значительно. Ну, это норматив мастера спорта был. Поступил сразу в институт физкультуры. Так как я уже был офицер с запасом, мне уже было на заочное отделение. Это самое, это факультет называется на заочном. Ну, и, в принципе, значит, а чтобы учиться на заочном факультете, мне надо было, так сказать, как бы работать по специальности. Но я тренеру сказал, говорю, что я, наверное, пойду, это, Елькин, пойду работать в школу учителем. Ну, буду тренироваться, ну, как смогу, по времени. Ну, так, а ты что там, туда, туда, значит, ты, в принципе, а давай ты со мной будешь работать. Ну, я согласился, ну, пришли. Ну, меня-то, как бы, немножко-то, как-то, платили еще в спортивном клубе самому. И трудовая книжка у меня там была. Там написана первая запись 27 мая 1968 года. Принято, принято, должен тренер по боксу. Ну, бокс мне нравился сам по себе. Ну, хотел я, да, хотел я стать, так сказать, и, ну, тренером пока тогда я еще не мечтал, так сказать, как бы, а, ну, боксером хорошим, так сказать. Я тогда прочитал книжку, так сказать, «Мальчик из дворца пионеров», написал один из ленинградских писателей про Геннадия Шаткова, чемпиона Олимпийских игр 56-го года. Значит, я посчитал, ну, и, как бы, тоже захотел стать Олимпийским чемпионом. Ну, я и боксировал еще потом за спортивный, ну, за город наш, за спортивный кост-сибирский нефтяник, за общество труд. Еще боксировал после этого два года. Ну, просто-напросто, как бы, не очень получалось в каком отношении. Не то, что, не потому, что я, как бы, не тянул на это, на большие, так сказать, спортивные звания, а просто-напросто в то время очень сильные боксеры, они и по возрастам старше, и опыт у них побольше. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, которые такие, это, вы там, весе, в моей месевой категории. Куда мы, если они, они все постарше, поопытнее, ну, не мог я их пройти, никак. Был тренером различных сборных команд, вплоть до команды, сборной команды Советского Союза, в 90-м, в 91-м году. В 80-м году я ушел из спортивного клуба, меня пригласили в республиканскую школу высшего спортивного мастерства. В то время, это спортивная школа, вот эта, республиканская, по каждому виду спорта был чемпион Советского Союза. Вот и у меня стало, это Островский. Я помню очень хорошо его первый бой. Ну, как мы делали, ребята позанимаются маленько, ну, сколько, месяц пускай. Ну, и мы проводим соревнования, открытый ринг называется. То есть, ребята взвешиваются, мы смотрим по возрасту, по уровню спортивной подготовленности, по весовой категории, по весу. Ну, он меньше всех весил 42 килограмма, значит, поэтому боксировал в первой паре. Я помню, как он вышел такой, парень, большая голова, сам маленький, 42, там, в размашку. Он с плавания пришел. Ну, просто как мальчишки приходят, не для того, чтобы, например, там, стать вот, как он, каким он стал, а просто, чтобы бжаться, научиться себя защищать, там, друзей своих или как. У Островского была способность такая, в принципе, он был, как бы, боксер, ну, может, нокаутирующего удара, имеется в виду. Ну, значит, он не потому, что был такой-то сильный какой-то, там, а просто она имеется физически. А просто-напросто у него какая-то была, он бил удары технически правильно и тактически вовремя все это как-то так все делали. И вот именно, потому что я вот с тех пор с него, я понял, что, допустим, боксер обладает тот нокаутирующим ударом, не тот, который физически очень сильный, а тот, кто бьет правильно и вовремя, правильно и вовремя. Вот, например, я ребятам провожу пример. Вот, например, ребят, вот у нас голубь летает по залу, залетел в форту, вот у нас об стекло бьется и падает. Об стекло же его не бьет, он сам падает. Поэтому вы должны тогда убедиться даже, чтобы подбородок боксера столкнулся вовремя с вашим кулаком. Вот надо рассчитывать, бить правильно и вовремя, значит, ну, и чтобы, так сказать, как бы не вы его били, а он ударился об вашу. Не по юншим, по юншим, он на первенстве, допустим, ну, России, Союза, в принципе, больших мест не занимал. Ну, стал чемпионом Советского Союза по взрослому. В 86-м году он выиграл чемпионат Советского Союза, игры доброй воли в Москве, значит, вот, за него я получил звание заслуженным тренером в СССР, ну, а он заслуженным мастером спорта стал. Ну, я так продолжал работать с различными боксерами, сюда приезжали боксеры, вот, и уезжали, как говорится. Я, в общем-то, старший тренер Омской области считаюсь с 83-го года, в общем, все это время. У меня единственный был перерыв, я на два года уезжал в Казахстан, работал со сборной командой Каргандинской области. Был такой Владислав Авдошин, вот, значит, он был, да, выиграл первенство вооруженных сил, и, значит, это самое, и поехал на Россию. Ну, со мной я ездил, я с ним ездил. И там я увидел Атищенко, ну, мне вот понравилось, значит, по манере. Ну, так я уже, так сказать, как бы, пример, довольно-таки опытный был, у меня работа с Островским, 16-летний, в составе, так сказать, сборной команды вооруженных сил России, там, чуть ли не Советского Союза, в общем. Поэтому я, как бы, посмотрел, я вижу, что парень-то, действительно, он, во-первых, так сказать, как бы, с одной стороны, немногословный, с другой стороны, так сказать, делает намного больше, чем говорит. Ну, и такой, как бы, так сказать, как человек, в общем, правильный. Мы стали с ним работать, и у нас стало хорошо получаться все. Мы друг другу подошли, и как люди, и как, допустим, мы, как спортсмен, желающий научиться, я, как тренер, умеющий научиться. Был такой момент, да, когда по юниорам, да, это 17-18 лет, я два раза участвовал в первенстве России и дважды занимал второе место на этих соревнованиях. И, ну, вроде, как бы, и в финальные бои-то, там, что первый раз, что второй, особенно, точно, как бы, ну, достаточно ровные были, там, и можно было и мне, там, победу отдать. Ну, почему-то, вот, как-то, вот, не складывалось, да, можно сказать, что уже момент упущен, там, попадание в сборную, поездка на первенство мира в том году была. Вот, и мы, как бы, это его больше инициатива была. Он говорит, ты крещённый? Я говорю, нет. Он говорит, давай, сходим, покрестимся. Вот, давайте. Вот, мы сходили с ними, покрестились. Вот, буквально через, там, ну, не помню, непродолжительное время. Звонит тренер сборной, говорит, вот, я хотел бы Алексея вызвать на сбор, вот, на Кубу. Если он поедет, себя хорошо проявит, я его возьму в команду. Вот, мы, конечно, как бы, сразу приободрились. Я поехал, хорошо себя проявил, меня включили в команду, я поехал на первенство мира, выиграл это первенство мира, и потом уже, как бы, всё, вот, пошло, пошло, вот, ну, такой вот момент был, во многом, мне кажется, судьбоносный в нашей жизни. Я смотрел, к чему он больше, так сказать, как бы, способен, в отличие от Островского и других людей, так сказать, вот, что у него, так сказать. Ну, и эти качества мы пытались развивать, вот, развили до определенного уровня, который позволил, так сказать, выиграть дважды Олимпийские игры, чемпионат Европы, у него и чемпионат мира. Ну, это здорово, конечно, 20 лет, это получается, я скажу, значит, он, получается, у нас, как бы, в Советском Союзе, во всей России, в Советском Союзе какие-то определенные рекорды поставил. 60 килограмм, он первый Олимпийский чемпион был, вообще, никогда не было, видимо, даже, вот, в легком весе. Ну, он самый молодой Олимпийский чемпион в России и в Советском Союзе. На следующий год стал чемпионом мира в Китае, это у нас были соревнования, занял, значит, там Европу он выиграл, ну, и поехал на Олимпийские игры, в Пекин, там прошел тоже хорошо уже, конечно, там уже другой бокс, немножко другой опыт. Когда были первые Олимпийские игры, его не допускали к рингу, да, и секундировали меня, там, тренеры сборной, вот, а он сидел на трибунах и, как бы, как зрители, ну, естественно, поддерживал, переживал, болел, вот. Ну, а на второй Олимпиаде, ну, естественно, он уже был у ринга и, как бы, разделял миг триумфа торжества уже вместе со мной. Был очень напряженный, очень напряженный финальный бой, очень неудобный соперник был. На кончание боя оставалось полминуты, он вел всего один удар, это быстро, может быть, два удара попасть, он тоже повелся. И это, и два удара он повел, по-моему, за 12 секунд до кончания боя, ну, и стал двукратным Олимпийским чемпионом. Ну, конечно, радости не было конца, я, конечно, так сказать, как бы, значит, благодарю Бога, то, что, так сказать, нас свел в свое время, так сказать, как бы. Ну, и как-то сумели помочь друг другу, он своим талантом, я своим опытом. Это мечта каждого тренера подготовить Олимпийского чемпиона, а подготовить его дважды, это неимоверно, так сказать, как бы. Не знаю, с чем сравнить, с полетом в космос, может быть, это на самом деле. Мы также хорошо, тепло общаемся и тренируемся иногда, то есть проводим показательные тренировки для ребят, для наших, для молодых. То есть мне приятно, что он до сих пор в строю, до сих пор работает, может как можно дольше, да, передавать свои знания и опыт подостающим спортсменам и тренерам. Я хотел бы, Олег Николаевич, чтобы вы как можно дольше этот свой тренерский опыт передавали нашим подрастающим тренерам, спортсменам, чтобы как можно больше людей, как бы, прониклось, да, вот этим вашим колоссальным жизненным и боксерским опытом. Здоровья вам, успехов, всего самого доброго, оставайтесь таким же веселым, жизнерадостным, работоспособным, трудолюбивым, как вы сейчас есть, как можно дольше радуйте нас, будьте в строю и радуйте нас своей работой. С днем рождения! Субтитры создавал DimaTorzok